Студенты Медицинского Института СПУ отделения Сестринское отдело на базе 9 классов представляют образовательный проект Медицина Будущего. Предмет фармакологии для студентов отделения Сестринское отдело на базе 9 классов. Тема «Применение плазмозаменяющих средств и слевых растворов». Выполнила студентка СПУ Медицинского института отделения Сестринское отдело на базе 9 классов группы 2СД5 Ивлева Елизавета Андреевна. Калининград. 2020 год. План урока. Применение и дозировка раствора лактосол, раствор регидрон. Вывод. Цель урока – познакомиться с плазмозаменяющими растворами, узнать, что такое колодные растворы дезинтоксикационного действия, ответить на контрольные вопросы. Введение. Заменители плазмы и других компонентах крови предназначены для восполнения объема циркуляции крови, сокращенно ОСК, сохранение ее агрегатного состояния, замещение определенных функций крови. Поддержание водно-электролитного баланса, онкотического давления крови, коррекция кислотно-щелочного состояния. Препараты этой группы используются и в качестве детоксицирующих средств, обладающих способностью связывать различные токсические вещества и ускорять их выведение из организма, а также уменьшать агрегацию в форменных элементах крови в капиллярах. Собственно, плазмозаменители выполняют лишь одну функцию – поддержание необходимого ОСК. Изотонический раствор хлорида натрия. Натрия хлорид поддерживает соответствующее осматическое и сосудистого русла в межтканевую жидкость. При значительном дефиците возникают спазмы гладких мышц и судорожные сокращения скелетной мускулатуры. Нарушается функция нервдавления плазмы крови и внеклеточной жидкости. При снижении концентрации натрия хлорида в плазме крови вода переходит в ной и сердечно-сосудистый систем. Раствор натрия хлорида 0,9% изотоничен плазмой крови человека и поэтому быстро выводится из сосудистого русла, лишь временно увеличив объем циркулирующей жидкости. Применение хлорида натрия. Раствор хлорида натрия 0,9% используют при больших потерях внеклеточной жидкости, в том числе токсическая диспепсия, холера, диарея, неукротимая рвота, обширные ожоги, сильные экскудации, а также при кишечных непроходимости в качестве дезинтоксикационного средства. Также раствор хлорида натрия используют для промывания ран, глаз, полости носа, для растворения и разведения различных лекарственных веществ. Ограничение к применению. Нарушение функций почек, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, периферические отеки, токсикоз беременных. Пути введения хлорида натрия. Внутривенно, капельно. Дозы, скорость и продолжительность применения подбираются индивидуально в зависимости от показаний к применению, возраста, массы тела, состояния больного и сопутствующей терапии, а также от эффективности лечения с точки зрения общих симптомов и лабораторных показателей. Перед введением раствор нагревают до 36-38 градусов по Цельсию. Доза определяется от зависимости от потери организмом жидкости, ионов натрия и хлора. В среднем составляет 1000 мл в сутки. В качестве внутривенной продолжительной капельной инфузии со скоростью введения до 180 капель в минуту. При больших потерях жидкости и выраженной интоксикации возможно введение до 3000 мл в сутки. Скорость введения 540 мл в час. При необходимости скорость введения увеличивают. Детям при выраженном снижении артериального давления на фоне дегидратации обычно вводят 20-30 мг на кг. В дальнейшем режим дозирования корректируется в зависимости от лабораторных показателей. Полиглюкин. Растворы высокомолекулярного декстрана с хлоридом натрия, глюкозой или монетолом являются полуфункциональными плазмозаменяющими растворами, нормализуют гемодинамику, увеличивают объем жидкости в кровяном русле. Растворы низкомолекулярного декстрана, кроме того, способствуют улучшению микроциркуляции, уменьшают агрегацию форменных элементов крови и вязкость крови. Растворы декстрана, содержащие монетол, оказывают также осмодиуретическое действие, что способствует выведению ядов, токсинов и продуктов обмена. Выраженный волимический эффект положительно сказывается на гемодинамике и одновременно сопровождается вымыванием продуктов метаболизма из тканей, что вместе с увеличением диуреза обеспечивает ускоренную дезинтоксикацию организма. Применение полиглюкина. Раствор полиглюкина высокомолекулярного декстрана используется при выраженных постдемиологических гиперволимиях, гиперволимическом шоке вследствие травмы, кровопотере при родах. В результате внеманточной беременности, гиперволимии, обусловленной потерей плазмы, предоперационной и послеоперационной профилактикой эмболии. А растворы низкомолекулярного декстрана используются при нарушении микроциркуляции, травматическом шоке, ожоговом шоке, синдроме издавления, септическом шоке, замещении объема плазмы при кровопотере в педиатрии. Противопоказания к применению. Травмы черепа с повышенным внутричерепным давлением, кровоизлиянием в мозг и другие случаи, когда не показано введение большого количества жидкости. Аллегурия или анурия, обусловленная органическим заболеванием почек. Сердечная недостаточность. Нарушение коагуляции и гемостаза. Склонность к аллергическим реакциям. Для растворов с глюкозой, сахарной диабет и другие нарушения углеводного обмена. Способ введения полиглюкина. Внутривенно-капельно. Доза устанавливается индивидуально и зависит от клинической ситуации и состояния больного. С целью предупреждения и лечения нарушений капиллярного кровотока, связанных с травматическим, операционным и ожоговым шоком, применяют внутривенно-капельно 400-1000 мл в сутки в течение не менее 30-60 минут. Обычно один, реже два раза в сутки. При оперативных вмешательствах на сердце и сосудах вводят до операции внутривенно-капельно по 10 мл на килограмм. Во время операции 400-500 мл и в течение 5-6 дней после операции по 10 мл на килограмм. Детям общая доза не должна превышать 15 мл на килограмм в сутки. Реополиглюкин. Растворы высокомолекулярного декстрана с хлоридом натрия, глюкозой или монетолом являются полуфункциональными плазмозаменяющими растворами, нормализуют гемодинамику, увеличивают объем жидкости в кровяном русле. Растворы низкомолекулярного декстрана, кроме того, что способствуют улучшению микроциркуляции, уменьшают агрегацию формных элементов крови, вязкость крови. Растворы декстрана, содержащие монетол, оказывают также осмодиуретическое действие, что способствует выведению ядов, токсинов и продуктов обмена. Применение реополиглюкина. Растворы высокомолекулярного декстрана используются при выраженной подгеморрагической гиповолимии, гиповолимическом шоке вследствие травмы, кровопотерии при ротах, в результате внематочной беременности и т.п. Растворы низкомолекулярного декстрана используются при нарушениях микроциркуляции, травматическом шоке, ожоговом шоке, синдроме сдавления, для заполнения аппаратов искусственного кровообращения. Декстран с молекулярной массой 1000 используется для профилактики тяжелых аллергических реакций на внутривенное введение растворов декстрана. Противопоказания. Травмы черепа с повышенным внутричерепным давлением, кровоизлияние в мозг и другие случаи, когда не показано введение большого количества жидкости. Коллоидные растворы дезинтоксикционного действия. Кристаллоиды. Недорогие солевые растворы с небольшими молекулами, которые легко могут распределяться после введения в организм. Коллоиды могут быть произведены человеком или иметь естественное происхождение. Они содержат большие молекулы, позволяющие дольше оставаться в крови перед попаданием в другие части организма. Коллоиды дороже кристаллоидов. Раствор альбумина. Регидратирующее средство оказывает дезинтоксикационное действие, восстанавливает водный и электролитный состав крови. При использовании в качестве средства в исполнении объема циркулирующей крови, из-за быстрого выхода из кровеносного русла в экстравазальное пространство, эффект сохраняется в течение лишь 30-40 минут. Пути введения раствора альбумина. Скорость инфузии следует подбирать в зависимости от состояния пациента и показания. Для 5-процентного раствора альбумина средняя разовая доза составляет 200-300 мл. Максимальная доза 500-800 мл. Рекомендуемая скорость введения не более 60 капель в минуту. Для 20-процентного раствора альбумина разовая доза составляет 100 мл. Раствор рингера. Регидратирующее средство оказывает дезинтоксикационное действие, восстанавливает водный и электролитный состав крови. При использовании в качестве средства восполнения объема циркулирующей крови из-за быстрого выхода из кровеносного русла в экстравазальное пространство, эффект сохраняется в течение лишь 30-40 минут. Дисоль. Комбинированное лекарственное средство для регидратации и дезинтоксикации. Восстанавливает водно-электролитный баланс и КОС в организме при обезвоживании. Препятствует развитию метаболического ацидоза, увеличивает диурез, оказывает плазмозаменяющее, дезинтоксикационное, регидратирующее действие. Применение дозировки раствора дисоль. Внутривенно. Под контролем лабораторных показателей. Соотношение визионной жидкости и диуреза определяют каждые 6 часов. В течение первого часа вводят струйную, затем струйную заменяют введение на капельное. В течение 24-48 часов со скоростью 40-20 капель в минуту. Перед введением раствор подогревают до 36-38 градусов. Раствор вводят в количествах, необходимых для восстановления объема жидкости, потерянной с испражнением, рвотными массами, мочой и потом. Тресоль. Тресоль оказывает дезинтоксикационное действие, обладает плазмозаменяющим эффектом, препятствует сгущению крови и развитию метаболического ацидоза, уменьшает гиповолемию, улучшает микроциркуляцию, функциональное состояние сердца и почек, усиливает диурез. Способ применения дозировка раствора тресоль. Раствор тресоль вводят внутривенно. Перед употреблением раствора тресоль подогревают до температуры тела. При тяжелых формах заболевания начинают со струйного вливания раствора, а затем переходят на капельное, по 40-120 капель в минуту. Введение, которое продолжает до нормализации показатель электролитного баланса. Количество вводимого раствора должно соответствовать объему жидкости, потерянной за день. Лактосол. Основной эффект лекарственного средства заключается в компенсации внеклеточного обмена интерстициальной и внутрисосудистой жидкости. Лактат метаболизируется в бикарбонат, преимущественно в печени и способствует ощелачиванию плазмы. Увеличение центрального венозного давления приводит к увеличению выработки натрий-уретического пептида. Лекарственное средство вызывает снижение осмолярности крови и увеличение PH. При использовании раствора в качестве базового для разведения и транспортных веществ, вводимых парентерально-фаракалмагические свойства, обусловлены этими веществами. Применение и дозировка раствора лактосол. Вводят внутривенно струйно или капельно. Дозы, скорость инфузии и продолжительность применения подбираются индивидуально и зависят от показаний возраста, веса, клинического состояния, результатов лабораторных клинических исследований, сопутствующего лечения, клинического ответа на лечение и результатов терапии. Травматический шок. В первой стадии шока вводят 2-3 литра раствора внутривенно струйно, а при улучшении гемодинамических показателей переходит на капельный метод введения. Раствор регидрон. Восстанавливают водно-электролитный кислотно-щелочной баланс. Способ применения. Внутрь, независимо от приема пищи, содержание пакетика растворяют в 1 литре холодной свежекипяченой воды. При диарее по 50-100 мл через каждые 3-5 минут и через назогастральный зон в течение 3-5 часов. При поддерживающей терапии по 80-100 мг на килограмм в сутки до прекращения диареи и восстановления водно-электролитного обмена. При тепловых ударах, судорогах, полиурии, жажде по 500-900 мл порциями по 100-150 мл. Контрольные вопросы. Какая основная функция плазмозаменяющих средств? При каких заболеваниях нельзя применять изотонический раствор хлорида натрия? Какой способ применения раствора регидрон? Какие функции в организме выполняет раствор трисоль? Какие функции в организме выполняет раствор рингера? Какая скорость вливания при капельном внутривенном введении раствора десоль? Почему раствор альбумина сохраняет эффективность только на кратковременный период? Какие функции выполняет раствор полиглюкина? Противопоказания к применению реополиглюкина. Какая средняя разовая доза раствора альбумина?